сегодня будем делать оладушки из кабачков это у нас остались еще с урожая вот они да с лета вот они в таком состоянии вот я буду чистить снимать кожуру и вынимать середину ну вот у них тут не очень такие вот много семян ну нормально буду и натирать на терке ну вот я почистила кабачки ну теперь будем натирать вот эта папка я тут оставили серединку ну вот я натерла вот из того количества кабачков столько оказалось можно их разделить пополам половину можно заморозить половина сейчас но в этот раз мы решили все это пожарить значит сюда добавляется соль сахар яйцо яйцо и мука но мука у нас сегодня специфическая очень специфическая вот такого-то она цвета не белая из цельно смолотого зерна вот дело оладушки они получаются коричневые как будто с гречневой муки ну специфический вкус конечно не знаю это я да 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 хотя хотя она написано пшеничная не знаю но она такая вы знаете она хорошо я так посмотрела что скорее всего с панировочными сухарями со смешивать и будет так вроде ничего значит я добавляю из-за того что мука необычно не знаю пока добавляю 3 яйца опыть еще придется еще добавить мы посмотрим по первым оладушкам сахар добавляю сахар и соли вот сейчас перемешиваем и все не кефир сметану как некоторые добавляют или молоко или еще что-то какие-то молочные продукты не добавляются я во всяком случае не добавляю вот получается вот такая вот нет яйца больше не будем добавлять вот она вся перемешалась такая вот жиденькая вот вот теперь будем добавлять муку ну вот видите какая как получается как гречневая мука может наоборот она полезна там на ней написано из цельно зернового цельно смолотого зерна цельно смолотого зерна ну наверно не ощущения коричневая да они просто получится по цвету не беленькие а получится да как с корички но при этом все равно вкусно тогда можно и сметанкой а потом я все это обжаривают на медленном на медленном огне в духовку не делаю не ставлю как обычно один раз делаю наташи не понравилось духовку давать дело так обжаривала и не понравилось наташа так будем не вкусно да теперь будем его вот сейчас вот я помешаю размешаю и немножко дам постоять чтобы вот мука как бы более раскрыт ну даже не раскрылась разбухла даже скорее всего где-то минут 10 даем постоять посмотрим перемешаем и если нужно надо будет добавить еще муки а если нет будем жарить да еще я иногда сюда добавляю в этот раз добавлю еще растительное масло вот сюда прямо для вкус для пышности такой вот для вкуса особо масла там и много я не добавляю на сковородку не очень любим такое вот ну вот теперь вот оставим ведь теперь оставлю на 10 минут посмотрим и сахар и соль может быть еще добавим так что или муки ну вот прошло 10 минут вот она так постоял сейчас попробуем соли надо добавить еще чуть-чуть сахара не надо так теперь масло добавляю где-то две столовые ложки вот и буду добавлять муки вот и буду добавлять муки немножко жестковатая все опять перемешаем ложечки еще две ложечки посмотрим делаем первую партию пожарим опять посмотрим потому что мука не известно как мне как раз еще и сковородка разогревается мне кажется надо погуще наверно ну ладно сейчас посмотрим вот 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Придется еще добавлять Добавлю 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 муки, на самом деле не понравилась маме моей эта мука она говорит хорошо в панировку, ну а смысл тогда ну в общем да, так что вот такие вот вкусные но на самом деле очень вкусные, ароматно получилось так что кто кушает, всем приятного аппетита не забывайте подписываться на мой канал оставляйте комментарии ставьте пальчики вверх, если понравилось всех люблю, целую и до новых встреч пока-пока